вас приветствует канал мошенники аферисты фармазона уважаемые зрители вы слушаете фрагмент моего ролика полный ролик ищите на дзене ссылки на дзен в коментариях и в описании к ролику так алексей добрый день добрый сколько вам лет старший менеджер сколько вам лет вас в газпром судя по голосу совсем уже сосок начали набирать старший менеджер добрый вечер добрый вечер это сергей да я слышу да меня зовут дмитрий очень приятно по поводу того что у нас заявку оставили на дополнительный доход вспоминаете да супер отлично давайте тогда немного с вами познакомимся я вам помогу разобраться и непосредственно приступить к заработку вы вайберс нет квантом систем квантом систем так так я слушаю подскажите да подскажите ваш возраст и гражданство 42 да наше гражданство супер отлично впервые вообще для себя будете инвестиции проводить или нет да я вообще не не знал что ну можно сказать впервые можно сказать впервые а то есть это потом пробовали заниматься или нет все таки так не уверен ну таким что вот прям совсем вот таким вот ну то нет а так чтобы вот оно не совсем так оно похоже но ну оно не ну оно не такое ну то тогда да понял хорошо а сами сейчас вообще кем работаете ой я временно безработный меня уволили понял вас это вот сейчас ты в поисках работы правильно да хорошо что накопил подушку безопасность иначе плохо пришлось бы у меня работа не сильно распространенная а это вы кем работали я работал вам ну только не пугайтесь я работал следователем ну да довольно узконаправленная работа согласен да ну так вот ну ну короче я вот на новый год как раз вот практически уже наступил я на новый год же засиделся там у меня очень такие напряженные дела были ну загадал на новый год желания чтобы она сбылась сжег уголовное дело 677 дробь 4 пепел растворил шампанском частично, ну выпил ну как-то там необычно да, да, да слушайте, интересный способ потерять работу вместо да, вместо исполнения желаний на 25 тысяч долларов пришлось терпеть увольнение неприятно, неприятно но, а возможно, это вот один из потерь как раз таки получения может как раз таки сменить деятельность и в итоге сможете заработать да, может, конечно ну, такое я вот тут попробовал уже найти себе работу думаю, переквалифицироваться сейчас со следователями не очень-то хотят иметь дело там, прими на работу так неизвестно, что он против тебя еще самого и раскопает этот следователь ну, я даже уже как бы не заикаюсь хотел вот устроиться в музыкальную студию у меня, да, я не имею музыкального образования но у меня, как все говорят хороший вкус люблю музыку классическую, вольную много чего люблю хотел еще вот устроиться здесь серьезный такой букинистический центр но там конечно с книжками благородное дело иметь но не очень денежное хотя как пойдет дело сейчас очень многие возвращаются к истокам книгам я люблю русскую литературу но я конского тургеньева опять же шанна ахметова ну и все остальные те, которые вот ой, какая у вас музыка у вас саксофон да, это у нас в офисе сейчас нет, скорее судя по звукам не сакс, а труба ну, да на это чисто кто-то включил у нас джаз вот сидим, слушаем молодцы какие с работой слушайте очень, очень хорошо разговаривать да, постоянно тоже разговаривать с клиентами нужно что-то на фоне чтобы не так сильно тоже да, ну нужен джаз то есть он будет напоминать вам о страданиях афроамериканцев и ваша сама судьба состоящая из постоянных нудных разговоров с клиентами не так будет вас угнетать я понимаю и такое это как интересно вы так завернули хорошо так давайте вернемся немного к самому доходу то есть вот в инвестициях говорите как бы пробовали но как бы и не пробовали это как понимаете тоже так или просто инвестировали на немножко в другое у меня было две коллекции первая это винил виниловые пластинки второе это винотека ну да это тоже своего рода инвестиция согласен согласен но немного в другом направлении если будете заниматься инвестициями в винотеку я вам посоветую найдите себе хорошего человека если это супруга может быть супруга но только чтобы вы с ней не поругались если есть еще кто-то кто сможет не предать вас и в здравом уме ну немножко держать вас в рамках вы его это был бы шикарный момент и вот сделайте так вы знаете вот та комната где лежат там бумаги технологические сейф которые в котором лежат рецептура кока-колы он вроде бы как открывается не одним ключом а если вот три ключа сразу вставить есть три ключа от этого сейфа вот три ключа вставляют значит сейф открывается не вставили ну значит ничего не открылось и вот секретом приготовления кока-колы вроде бы владеют три человека по одиночке что-то там в общем прийти там что-то намутить они не могут так вот и винотеку не надо чтобы вы имели сами к ней доступ иначе получится как у меня после нового года с работы меня вытурили ну и короче хана винотеки до февраля практически я с ней расправился хотя это было нелегко ну да это наверное долго тоже собирали собирал не то чтобы долго но очень прям напряженно собирал дело просто да у меня товарищ ну я у меня как бы вот такая штука я не вина зарубежная я не использовал я использовал у меня вся винотека она была из древних таких старых вин массандра у меня друг да у меня друг он технолог на этом комбинате и он имеет доступ к тем бочкам которые бочки там некоторым бочкам больше 100 лет ну слушайте это действительно прям дорогостоящее вино так так у меня некоторые вина они вот находились в бутылке но их надо было не наливать а вытряхивать и нарезать то есть они превратились в желе они загустели превратились в желе ух ты я в первый раз вот с такой штукой столкнулся еще когда-то в Геленджике мы туда когда студентами были постоянно мотались туда ну дикарями то есть там денег на дорогие пансионаты у нас конечно не было да и куда студенты пансионаты но брали палатку и мотанули туда там разбили палатку там сям и вот у нас была там одна знакомая бабка которая нам постоянно продавала вино у нее было очень классное вино что-то среднее между сухим вином и полусладким какое-то сухо-сладкое или там ну как-то так ну и вот постоянно с года в год мы у нее там затаривались у нас даже была вот у нас порядка ну сколько человек восемь было ну если пересчитать может девять я так сходу не могу сказать и вот у нас была одна Семакова Ленка мы ее называли козявкой она маленькая такая была и короче мы по ней ориентировались вино оно ж такое коварная штука сидишь сидишь вроде нормально потом вставать а встать не можешь ой да 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 мы по козявке ориентировались если в случае чего мы ее там как-то побуждали потому что она вставала если у нее со вставания начинались проблемы значит нам еще пару стаканов и хватит ну а хорошо ориентировались да 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 козявка такая маркером была короче как-то приехали туда затурились бабуля привет стучимся это самое там такой забор глухой короче пока достучались а бабуля померла и нам открыла ее дочка а дочка что-то там продайте там пару бутылок она короче пошла в погреб что-то там шарилась 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 вытащила одну бутылку нашла сразу а другой что-то там в общем она так и не смогла найти ну она цопнула в темноте по сути что-то первое попало себе там под руку похоже она в этом не сильно разбиралась а бутылка такая еще горлышко сантиметра равна 10 такой вот и узенькая а сама бутылка потом такая вот расширается резко ну как круглая такая и с ручкой получается ну вот чем-то похоже да 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 чем-то похоже на этот кувшин из которого джима там доставали короче мы вытаскиваем там пробка засургученная все мы это вино вытаскивать оно не вытаскивать ну выливать вернее оно не выливается короче пока мы его там вытрахнули оно зажалеилось и так далее думаю сели думаем как его вообще что с ним делать ну да подоставали кружки свои это самое раз нарезали этим ножом наколотили поставили в кружки как-то начали пробовать только съели по чуть-чуть ну сколько там грамм по 250 этого вина посмотрели друг на друга да вроде как бы ну и нормально вкусно классно смотрим козелка вообще даже и вставать не собирается только брык на боковую и все и вырубилось мы вставать а ноги там половину не слушали да никаких даже все грамм 250 навернули даже литра нету ну слушайте интересная история вот я могу сказать инвестор но я неудачный инвестор ну в какой-то степени не повезло ну всегда можно получить второй шанс в общем вернемся к тому какие у нас инвестиции у нас инвестиции на финансовых рынках я думаю про финансовые рынки вы слышали ну то есть по биржу и подобное ну да более-менее более-менее вот и собственно как раз таки у нас идет доход здесь можно заниматься ну это в общем называется инвестиции здесь можно как и активной торговлей то есть что капитал по сути уже раз в месяц там те же 20-30 тысяч можно выйти уже почти сразу можно опять-таки тоже в долгосрок ну как классические инвестиции долгозрочные то есть больше того то есть что вам больше необходимо но я так поймаю вы для себя ищите какой-то сейчас как стабильный постоянный источник дохода правильно да я бы что-то носом не крутил бы нашелся бы дохода ну конечно я не думаю что прям основным способом заработка денег сделаю его ну так подрабатывать неплохо было бы лучше всего вложить что-нибудь дело в том что акции это с горя не пропьешь ну как бы их вообще тоже да тоже да пить акции это же вообще не вариант поэтому согласен такому риску как моя винотека покойная она уже не подвержена ну конечно если ее уже можно продать и пропить это уже второй вариант да это уже второй вариант тут да но это так с любыми инвестициями можно продать и пропить если так подумать ну в то же время квартиру особо пропивать можно конечно но ты пока ее продашь так и пить перехочется ну кто-то же нравится кредит под залог квартиры брать и пропить все такие же тоже люди бывают ой да бывают конечно бывают вот ладно да вернемся до основок инвестиций у нас так постановка как там в тему алкоголя с вами уводят а вы далеко там сейчас может пересечемся как-то или в офисе вам вас нельзя ну далеко не всегда вы в Москве или нет я сейчас в данный момент в Москве я бы может подскочил бы у меня кстати нарисовалось 86 года две бутылки букет Молдавии один вишневая одна вишневая бутылка а другая слевянка но сегодня вряд ли получится сегодня у меня долгий рабочий день предстоит на самом деле не понял а что вы там долго будете делать сколько вам еще работать да а сколько вам еще работать на самом деле на сегодня последний клиент с которым я общаюсь мне еще касательно на самой бирже работу надо будет проделать слушайте если вы в рабстве мигните правым глазом ну вау что это за комета такая пролетела по сегодняшнему биржевому небосклону и хвостом своим зацепило всех кто этот дивный господин который делал такие продуманные гениальное движение да 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 но тут да тут конечно это если обладать внушительным капиталом и немножко нападать то важно конечно делав на бирже понаделывать ну или обладать компанией твиттер как Иван Маск раньше он просто выходил и что-то брякал а потом ему надоело он захотел это делать на более профессиональном уровне и вообще я купил эту компанию после чего ну да после чего что-то брякать перестал не брякает до сих пор же брякает там и он брякает и дети его брякают какие они бы странные не были нет я помню что он брякнул у меня племян что он там с криптовалютой что-то мутил так он такой счастливый ходил он там где-то а он неплохо знает английский ну и собственно с твиттером же этим сидел подписан был на Ивана Маска он короче его там боготворит Иван Маск создал там компанию Paypal создал то создал все короче весь такой крутой старый линк его то все его и один из первых поймал твит о том что Иван Маск собирается продавать свою Теслу за биткоины короче он как рванул в эти биткоины в общем там все что-то у него там было какие-то другие говнокоины попродавал и закинулся на биток и короче чуть ли не удвоил свое состояние в короткое время и рассказывал что это мой дорогой Маск ну ну кстати на самом деле Маск имеет большое влияние на криптовалюту вот помню что вот я подобного тоже от Маска подгонщик так сказать подловил это то что когда Маск купил своему сыну как раз таки он там ему купил довольно большой пакет шибаину это довольно дешевые монетки они после этого так подскочили это был кошмар вот то это помню что у меня было из такого что вот Маск тоже с криптовалютой там пошарил немного знаете мне немножко напоминает эту вот картину вот при котором если ну это действительно такой феномен вот моделировали ситуацию вот если стадо оно ведомо каким-то вожаком стадо баранов и есть такой все такие в общем чахлые а этот баран такой авторитетный вообще баран в законе короче серьезный такой вожак и они там везде короче за ним идут и он куда не попрет везде за ним даже если тот допустим в шашлычную пойдет они тоже наверное за ним пойдут так вот умудрились они сделать огородить сделать забор такой и забор на краю обрыва они сделали внизу поставили конечно уловитель и это самым каким-то образом что-то они там этого барана надрекивали то ли на дудку реагировать то ли еще на какое-то реагировать и со стороны обрыва сделали забор забор ворота сделали короче вдруг какой-то момент открываются эти ворота и снизу там со стороны обрыва через колонки начинают звуки этой дудки транслировать что-то такое они когда дудка бывают Если там баран подходил туда, подбегал, то они ему давали там какие-то бараньи вкусняшки. Я не знаю, что они там уже давали, какие у баранов вкусняшки. Какую-то там, я не знаю, супер траву, видно, из пятерочки. Ну и открывают ворота, в шарах пошла дудка. Баран такой где-то торчал, разворачивается со всех своих четырех копыт туда. Ему вообще не смущало, что там дальше вот как бы и не просматривается земля. Короче, баран слетает с этого самого соврага, с обрыва туда в уловитель. Что вы думаете? Ни один из бегущих, вожак слетает, ни один из бегущих за ним баранов вообще даже и притормозить, и посмотреть, куда бежим, что бежим, не удосуживается. Это все стадо рвануло вот буквально туда и, короче, все в уловителе оказались. Он все посягало туда. Не было бы уловителя, побились бы, подохли бы. Ну, не один баран. Ну, может, это и баран. Так вот, мне кажется, Иван Маск, он такой вожак, которого очень часто используют какие-то, я не знаю, кукловоды, те, кто с дудкой сидят, для того, чтобы повезти стадо. И стадо за ним идет. Что вы думаете об этом поводу? Ну, учитывая, что он на некоторые сегменты имеет большое влияние, и во многом еще имеет большое влияние, за счет того, что у него много денег, много компаний, то в какой-то сегменте это можно назвать правдой. Ну, как что-то может. В этом есть что-то свое. Так что, да, можно сказать и так. Да, вот. Давайте, да, снова вернемся к инвестициям. Собственно, ну, давайте... Вы вообще для себя, ну, когда у нас заявка оставляли, думали, что это будет работа, или что вот именно понимали, что это инвестиции непосредственно будут? Не, я понимал, что там можно будет что-то намутить денег. Ну, не работа, конечно, ни вкалывание, там, ни подметание, ни это самое. Ну, какие-то операции с активами будут. Да, совершенно верно. В какой-то, в таком случае, ну, тоже, какую-то определенную доходность ожидаете, какой-то определенный стартовый капитал, где себя начально рассматриваете? Смотрите, мне нужно, вот, если я выхожу на заработок где-то от 200 тысяч, я могу делать основным. Если я не выхожу от 200, ну, 100, 150, я, вы знаете, дополнительного использую. Если я не выхожу даже на 50 тысяч, то вообще, чхать я на него хотел, я вообще заниматься не буду. Ну, в таком случае, нужно тогда понимать, опять-таки, в какие сроки, потому что, ну, то есть, можно, как и приступить, допустим, да, проинвестировать большую сумму, она будет уносить больший доход. Вот, и, то есть, там, допустим, даже если, там, с 50 тысяч начнете, да, там, в первом месяце те же 50 не заработаете, но за 2-3 месяца можно спокойно с 50 тысяч выйти на уровень доходов 60-70 тысяч за 2-3 месяца. Нет, тогда это не мое. Я не буду, я не буду тратить несколько мест, чтобы выйти на эти 50 тысяч. Тогда это не мое, извините. Вот, то есть, просто же говорю, все тут рассматривается в зависимости от того, какой начальный стартовый капитал и какие риски вы допускаете для себя. Ну, давайте, вы хотите сказать, сколько я могу выделить на, с какой суммой могу начать разгон? Сейчас подумаю. Да, да. Ну, я же так понимаю, что там, чтобы выйти на эти 100-150, мне же тоже не с 2 копеек надо будет, да? Вот так правильно понимаю? Ну, да. То есть, у нас обычно средняя доходность, то есть, все это тоже зависит тоже от какого, от какая начальная то есть сумма инвестиций, потому что за разную сумму, разное аксио можно приобрести. Собственно, допустим, клиенты, которые начинают скорость 60 тысяч, то ориентировочная доходность у нас идет ежемесячно 40%. А, то есть, я понял, понял. Понял. 40%, значит, если 40% это 100 тысяч, то я должен с 250 начинать. Вот. Плюс-пинус, да. Не, ну, можно попробовать, да? А если я хочу выйти полностью на капитал, чтобы делать основным, то я должен начинать, чтобы 200 тысяч получить в месяц, это я со скольки должен начинать? 200 тысяч, ну, если с 200 тысяч, то это где-то, то есть, в районе 60% доходность, то есть, то это, ну, где-то выходит в районе, ну, в районе чуть меньше, чем 400 тысяч. То есть, где-то 370-380 тысяч плюс-минус. Подождите, а вы говорили о 40% доходности, теперь говорите о 60%. А, я же говорю, просто, что с разных сумм будет тоже разная ожидаемая доходность, потому что, то есть, есть активы, дешевые, да, есть там, то есть, некоторые активы там стоят по 300-400 рублей за акцию, некоторые активы стоят по 5-6 тысяч рублей за акцию, просто поэтому разные активы, ну, то есть, разная тоже начальная сумма, разные возможности, собственно. То есть, с большей суммой можно и более дорогие активы приобретать, больше возможных сделок, и поэтому и, собственно, будет и доходность выше. А, так, ну, то вам не лучше, конечно, чтобы выше доходность была. Это коэффициент полезного, коэффициент полезной доходности, это выше будет? Да, да, совершенно верно. А, чтобы вот при 60% доходности, чтобы мне на 200 выйти, то сколько мне нужно? Сейчас, сейчас я точно скажу. Да, давайте, скажите точно. Одна секунда. Ну, да, то есть, где-то в районе, вот, 380 тысяч, где-то так. А как вы считаете? Ну, если так по ориентировочно оправить, я сейчас вам точно скажу. Так зачем ориентировочно? Точно посчитайте. Если 200 тысяч, это 60%, то сколько будет? 100%. Ну, 200 тысяч, то есть, в районе 400, то есть, ну, 400 выходит. То есть, смотрите, просто тоже, что... А как вы считаете? Это средняя доходность. Смотрите, сейчас я просто объясню. Есть разные... Ну, опять-таки, тоже мы вам... Там, четкую, четкую доходность у вас не будет. Поэтому, в любом случае, говорю примерно, потому что 60% это в среднем, то есть, доходность, то есть, наверное, может быть, 58, иногда, иногда, может быть, 65. Ну, я понял, понял. Примерно. Ну, вот, в районе, ну, то есть, ну, вот, в итоге выходит, то есть, в районе, вот, 400 тысяч, это будет... Так, а подождите, а как вы считаете, вот, если 200 тысяч, это 60%, то сколько будет 100%? Как вы считаете такую задачу, как вы решаетесь? Вот. Угу. Угу. Да, одну секунду. Я просто в калькулятор хочу нормально достать, просчитать. А может, я сейчас просто больше в голове считаю? Ну, да, там без заряда у Фурье, я так понимаю, не обойтись. Можно теорему Эйлера еще применить. Ну, где-то в районе 30, 32 тысячи. Вот, 30, 32 тысячи, с этого можно выйти на доход. Ну, я так понимаю, что выгоднее с 320 выходить, то есть, там, жирнее навар будет. Да, да, совершенно верно. То есть, если брать именно с каких доходностей, то вот это, да, самое оптимальное. Ну, в принципе, я, наверное, могу попробовать с нее. То ко мне вот вопрос. То есть, я получу эту доходность сразу, с первого же месяца? Да, да. То есть, в принципе, то, что я начну... То есть, если вы начнете, да. Ну, тогда я, в принципе, могу с первого же месяца делать вот эту... Делать этот вид деятельности своим основным доходом. Хорошо. Так. С этим разбирайся. Смотрите, в моем случае тоже думаю, что вам надо сначала попробовать. Я еще зайду... Или вы хотите прям сразу приступить с этой суммы? Зайду в родимый РОВД. Я еще им помашу чековой книжкой перед мордами. Будет знать, кого у ВОВД. Тоже верно, тоже верно. Так, ну... Талант потеряли. Так, я-то... Что, талант? Нет, я не... Ну, как бы, не талант. Я же так понимаю, что вы помогать мне будете или нет? Ну, да, естественно. То есть, за вами будет закреплен специалист. Он будет заниматься непосредственно, то есть, анализом информации, поиском самих сделок. Собственно, то есть, в этом случае, то есть, как это будет работать? То есть, вы сейчас... Ну, у вас сейчас более-менее свободный график, правильно? Да, вообще, целый день могу лежать на диване, пузо чесать. Вот. Собственно, он будет с вами созваниваться, то есть, вам предоставлять, собственно, саму сотку новостей, то есть, какие сейчас происходят события новостные, на фоне которых как раз-таки будут идти изменения цен активов. И вы уже, по его сигналам, тоже, ну, будет, ну, помогать объяснять, как правильно открывать на тот или иной сигнал сделку. Вы их будете открывать, он вам будет сообщать, то есть, либо вы их будете выставлять на определенное время, что эта сделка будет открыта, либо что он с вами просто, когда нужно будет непосредственно сделку закрыть, вас набирает, чтобы вы эту сделку закрывали. А мне под это все, какая нужна будет эта техника, какая-то нужна будет? Потому что у меня ноутбук, ну, если сильно мощный, то он может и не потянуть. Нет, достаточно даже смартфона. Это какое-то приложение будет? Да, да, это будет торговый терминал для торговли на бирже как раз-таки. А сильно мощный терминал? Нет, 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 он даже в браузере банально есть. Да, браузеры... А где-то есть он в этом, в Google Play, там, или так, браузеры? Ну, в Google Play у нас сейчас из-за санкций шуталили наши почти все приложения, и торговый терминал тоже. Что, на вас санкции введены, что ли? Ну, да, у нас сейчас санкции введены. Так, если вас удалили с Google Play, то вы в Росторе есть. Все санкционные продукты туда перетащили. Я вам просто что хотел сказать. У меня пальцы толстые. Не все эти браузерные дела. Я у вас пока там регистрацию прошел, я, блин, задолбался. Я набираю букву N, у меня все 6 букв вокруг сразу набираются. Я набираю на цифру 7, у меня и 6, и то-то 6, то-то 8, то-то 9 выскакивает. Вот это капец какой-то. А, по пальце, как эти, как баварские сосиски. А, ну, вам, может быть, будет удобнее, я так понимаю, больше, как раз на ноутбуке, то на ноутбуке нормально. Так, ноутбуки, ноутбуки ноутбуками, а если, вот, вы же сказали, что все-таки есть эти андроидные вещи, то лучше туда, конечно. Да, там, там, если что, можно будет тоже настроить масштабность, это тоже... Да, вот именно, да, 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 да. У меня на банковских своих прогах я там не промазываю, там все-таки побольше клавиши. Вот, да, это, в принципе, не проблема. Ну, хорошо, я рад, что не проблема. Так, а с чего, ну, начнем с чего. Так, нам, в принципе, то есть, как раз-таки, для начала нужно будет непосредственно посмотреть само приложение, пока что в браузере. Дальше, то есть, мы все проверяем, посмотрим минимальный инструктаж. Там дальше, если уже никаких вопросов не будет, можно будет переходить непосредственно, то есть, уже к пополнению, то есть, сделайте начальный депозит. Мы с вами проверяем, что все поступило, все начислено, собираем анкету инвестора, я вас связываю с специалистом, вы уже с ним дальше будете работать, торговать, открывать сделки. Ну, давайте, ну, хорошо, пусть так, давайте. Давайте, закану. Хорошо, подскажите, в WhatsApp, Telegram, каким-то мессенджерами пользуетесь? Так, в WhatsApp есть, да. Вот, у вас на этом номере WhatsApp? Ну, да, конечно, на этом. Хорошо, я вас сейчас добавлю в WhatsApp, отправлю вам личный кабинет, мы с вами сейчас все рассмотрим, и там уже можно переходить уже, собственно, к экспозиту. Да, давайте, да, хорошо. Все, сейчас вас перенаберу тогда в WhatsApp и все, вышли, покажу. Окей, окей. Смотрите, давайте тоже, вам же сейчас, мы планируете сразу приступать с 320 тысяч, или для начала хотите больше в WhatsApp формате с более-менее, посмотреть, попробовать в процентном соотношении тоже начальный результат? Алло, подумать надо, говорю. Так, ну, может быть, это, что-то там и опасности какие-то есть, да? Нет, нет, ну, просто, опять-таки, посмотрите, или хотите сразу со всей суммой приступать. Я не знаю, а вы что посоветуете? У нас, ну, вообще, я рекомендую, то есть, для начала проводить, как раз-таки, в тестовом формате, плюс еще, для начала, опять-таки, разберетесь, то есть, первозы, то есть, ну, как правильно открывать, закрывать сделки, то есть, там, первые три дня, там, даже самая база, самая начальная, там, 2020-30, к примеру, чтобы увидеть первоначальный результат, попробовать, то есть, более мелких сумм, а потом уже можно переходить на серьезные торги, как разберетесь, как пообщаться с специалистом, немного разберетесь. Ну, давайте так, ну, я, честно говоря, не знаю, что вам сказать, знал бы, сказал бы, а так, я не знаю, что сказать. Хорошо, тогда сейчас покажу вам само приложение, сейчас наберу вас в WhatsApp. Да, хорошо, да, набирайте. Упс, I did it again. Уважаемые подписчики и гости канала, вы прослушали часть ролика. Полный ролик размещен на нашем дзен ресурсе. Ссылка в описании ролика и в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok